В прошлом биатлон был способом охоты у жителей скандинавских стран, а ныне это один из самых впечатляющих зимних видов спорта. В России лыжные соревнования, совмещенные со стрельбой, были широко распространены в Красной Армии в 30-е годы 20 века. Спортсмены в военной форме должны были пройти дистанцию 50 километров и поразить мишени нескольких огневых рубежей. В программу Олимпийских игр биатлон был включен в 1960 году. Спортсмен должен пробежать дистанцию в 15 километров быстрее всех и не промахнуться при стрельбе. Биатлонистам нужно поразить мишени на четырех огневых рубежах. Первая и вторая стрельба выполняются лежа, третья и четвертая стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга длиной 150 метров. Биатлонистов много, а золото Олимпиады достанется только одному. В Древней Греции победитель Олимпийских игр почитался как воин-герой. В VII веке до Рождества Христова победить в спортивных состязаниях было равносильно победе в военном сражении. Запечатлеть образ победителя Олимпийских игр художникам помог камень. Тогда не было ни фото, ни видео, а потому скульпторы высекали из мрамора образы Олимпийских героев. Тем самым они воспевали силу духа и красоту человеческого тела атлетов. Посредством камня они представляли миру человека совершенного. Каким бы совершенным не был атлет в представлении греков, все равно любой спортсмен может проиграть. В биатлоне причиной поражения может стать промах при стрельбе. Спортсмен должен быть не только идеальным лыжником, но и превосходным стрелком. Да, но даже в случае промаха биатлонист должен продолжать гонку. Ведь впереди еще три огневых рубежа. Промахнуться может и соперник. И лучше надеяться на свои силы и стрелять точно в цель. Получается, что не только спортсмены-олимпийцы, но и верующие христиане, о которых мы читаем на страницах Нового Завета, совершали промахи, не попадали в мишень и, попросту говоря, грешили. Несмотря на то, что греческие атлеты были образцом совершенного человеческого тела, они, как и простые люди, нуждались в помощи богов. В Олимпии находился храм верховного олимпийского бога греков Зевса. Здесь, в первый день Олимпиады, атлеты приносили многочисленные жертвы, чтобы Зевс избавил их от промахов и поражений. До завоевания Греции римлянами к соревнованиям допускались только греческие граждане. Но когда римляне завоевали Элладу, они провозгласили, что в играх может участвовать любой человек. А после того, как римский император Нерон нечестным путем выиграл скачки, обесценился главный принцип победы в Олимпиаде – состязание совершенных атлетов в честной борьбе. А в IV веке нашей эры Олимпийские игры были и вовсе запрещены. Император Феодосий I силой насаждал христианство. Он запретил состязания, назвав их языческим пережитком, а храм главного олимпийского бога Зевса разрушил. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Первые христианские богословы наполняли языческие термины и образы новым смыслом. Например, в раннехристианской литературе часто встречается образ атлета, тренирующегося ради победы. Для ранней церкви мученики, которые отстаивают свою веру, становятся героями-победителями, подобно олимпийским атлетам. Именно греческое слово «атлет» использует Климент Римский, говоря об апостоле Павле. Для него Павел своей мученической смертью обеспечил победу христовой веры в языческом мире. Первые христиане были атлетами, борцами и подвижниками одновременно. Только стремились они не к завоеванию золотой медали или лаврового венка. Их взгляд был устремлен на царство, обещанное Спасителем Христом Иисусом. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, а теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них... Биатлонисты бегут ради золотой медали Олимпийских игр. Ради нее они пробегают дистанцию в 15 километров и стараются не промахнуться на огневых рубежах. В жизненной гонке мы стремимся достичь поставленных целей, получить образование, а вместе с ним и профессию, которая сделает финансово независимыми нас и наших детей. А это поможет занять определенное положение в обществе. Казалось бы, все просто, только вот почему-то не всем удается достичь поставленных целей. Кто-то промахивается на одном рубеже, потом на другом и в итоге считает, что жизненная гонка проиграна. В хоккее играют настоящие мужчины, а выигрывают те, чей командный дух окажется крепче. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова